Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о таком заболевании, как архит, его причинах и лечениях. Архитом называется воспаление яичек у мужчин. Какие же бывают причины архита? Основных причин на самом деле две. Это первое – половые инфекции и второе – это бактерии, которые могут проникать в ткани яичка, вызывая воспаление. Какие симптомы вообще болезни архита у мужчин имеются? Во-первых, это боли в яичке. Второе – это покраснение, увеличение в размерах яичка, температура, общее явление, озноб и увеличение лимфатических узлов. Вот основные признаки архита. Какова диагностика архита? Какие анализы необходимо сдать? Ну, первое – необходимо при архите сосредоточиться на анализах спермы. Именно сперма сдается, соответственно, на анализ ПЦР. Она, в данном случае, более информативнее мазочков. Вот в такую вот пробелочку, и там смотрится внутренняя структура ДНК всех заболеваний передовым половым путем. Из них очень часто архит могут вызывать такие инфекции, как хламидия, гонорея, мекоплазма, уреоплазма. Если они отринуты, то остается основная огорячина – это бактерии. На них делается посев на среду спермы с определением, какая же бактерия и к какому антибиотику она чувствительна. Кроме этого, делаются общие анализы крови, анализ спермы на воспаление и ультразвуковое исследование яичка. Обычно вот это тот диагностический минимум, который делается врачом-урологом-андрологом. Что же касается лечения архита. Ну, если это острый архит с общими явлениями, такими как озноб, повышение температуры, то необходим строгий последний режим. При лечении архита рекомендуется приподнятое положение пораженного яичка для того, чтобы от него оттекала кровь. Это достигается при помощи специальных подушек. Очень важна в лечении архита противобактериальная антибиотикотерапия. Здесь, если это бактерия, то здесь очень важны результаты посева и чувствительности к антибиотикам. Если это, соответственно, хламидия или гонокок, например, то выполняются стандартные назначения по антибиотикам, которые проникают в ткани яичек. Одновременно назначаются препараты, которые помогают проникнуть антибиотики в ткани яичек, а именно ферменты, такие как лангидаза, химотрепсин. Назначаются иммуностимулирующие препараты, чтобы, соответственно, эти препараты и антибиотики проникали в ткани яичек. И сам организм боролся с бактериями, либо возбудителем половых инфекций. При противовоспалительной терапии назначаются такие вещи, как ибупрофен, такие как деклофенат, то есть противовоспалительные препараты. В тяжелых случаях назначаются протегостероидные гормоны. Всю диагностику и лечение воспаления яичка, такого как архит, выполняет клиника Платный КВД в Москве. При первых признаках архита обращайтесь к урологам нашей клиники Платный КВД. Мы проводим оперативную диагностику, в частности, ПЦР-анализы в течение одного дня, анализы мазка на гонорею трихомонады как причину архита в течение 20 минут и быстро назначаем лечение, не дожидаясь последующих результатов. Также у нас можно оперативно провести УЗИ. Поэтому при первых признаках воспаления яичка, такого как архит, обращайтесь к урологам клиники Платный КВД. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.